Новый год, Новый год, елка, шарики, лапушки, Новый год, Новый год, искать и посыпать, Новый год, Новый год, всем подарки, подушки, отпускать, Новый год, никуда не ходить. В хороводе воспитанники коррекционного детского дома номер один и члены общественной организации инвалидов равновесия. Специально для них ученики 18-й гимназии в Старый Новый год проводят благотворительную елку. Этой традиции почти 10 лет. В этом году гимназисты поставили спектакль «Украденный смех» или «Новый год для всех». Император ночи, фея ночи и их дочь звездочка решили устроить Новый год для всех злодеев, чтобы они стали добрыми, придя на праздник, в новогоднюю ночь. И вот там, конечно же, борьба добра со злом, и в результате, конечно же, добро, любовь побеждает. Мы с ребятами уже отыграли сегодня 20-й спектакль. Специально для гостей благотворительной елки гимназисты приготовили сувениры, сделанные своими руками. Это символ 2020 года – мыши. А также собрали для приглашенных сладкие подарки. Конфеты дети приносили из дома в рамках акции «Сладкий Новый год». Мы всегда с удовольствием смотрим их спектакли. Уже не первый год, на протяжении, наверное, 10 лет уже. Больше, да. Да, поэтому мы всем всегда довольны, никаких у нас нет проблем с этим. Привозят, увозят, подарки дарят, прекрасные спектакли. Всего на благотворительную елку пришло 80 гостей. Анна Кизилова, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Новости Тагилов, Павел Соложнин.